Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор рынка от компании Тикмилы. Сами я, Артур Идиатулин. Ситуация занятости в США продолжила развиваться в сентябре в соответствии с определением здорового рынка труда. Уровень безработицы снизился, оплата труда выросла, причем изменения примерно совпали с ожиданиями. Однако количество новых рабочих мест разочаровало, но все выросло на 134 тысячи при прогнозе в 185 тысяч. Однако устойчивость доллара и последующий рост на этой неделе убеждают в том, что рынок списал слабость на испортившуюся погоду на восточном побережье. Пересмотренные значения прироста рабочих мест за июль и август изменились в положительную сторону. Если глянуть отчет за сентябрь, то видно, что в июле показатель был пересмотрен со 147 тысяч до 165 тысяч, в августе он был пересмотрен с 201 тысячи до 270 тысяч. В итоге с этими пересмотрами в июле и августе совокупный прирост рабочих мест оказался на 87 тысяч выше, чем было в сообщениях до этого, в предыдущих отчетах. Таким образом, среднее значение за 3 месяца, рост рабочих мест, он уже составляет не 180 тысяч, а уже 190 тысяч. Скорее всего, рынок также уделил особое внимание изменению в рабочих местах в производственном секторе, который является сейчас, наверное, центром протяжения пессимистов по американской экономике. Напомню, что производство, в частности экспортеры, столкнулись с ростом издержек, повышением ставок ФРС, снижением экспортных цен, которые, как ожидалось, будут компенсировать возникшие трудности снижением затрат на рабочую силу. То есть, с их стороны произойдет снижение темпов найма или как-то изменится в худшую сторону прирост рабочих мест. Однако, вот, сентябрь в Камачете, если посмотреть дальше, то по отраслям видно, что в производстве прирост рабочих мест составил 23 тысячи. Основной вклад был внесен со стороны производства товаров длительного потребления, но снижение, отрицательный вклад в показатель прироста рабочих мест за сентябрь внесли, как видно, розничный сектор, а также сектор отдыха и развлекательных услуг. Вместе, совокупно их влияние на данный показатель составило минус 37 тысяч рабочих мест. Естественно, снижение количества рабочих мест в сфере отдыха и развлекательных услуг, оно, скорее всего, произошло из-за потерь, возникших после ураганов Флоренции, обрушившихся на Южную и Северную Каролину. Как раз-таки там большое количество рабочих мест было представлено низкоквалифицированными рабочими местами из данного сектора, и поэтому, когда стихийное бедствие приобрело внушительные масштабы, то работники были вынуждены остаться дома, и таким образом, на момент опроса, как видно, они не смогли доложить о том, что они сейчас где-то работают, получают зарплату, и поэтому не были учтены в отчете. Относительно темпов общей экспансии, экономической экспансии в США, отчет оказался скорее нейтральным, так как он выступил скорее подтверждением просто экспансии, нежели чем основой для ожиданий по изменениям, по изменениям вот этой экспансии, отрицательным или положительным. В то же время, на выходных, Китайский Народный Банк, сейчас мы переходим уже к разговору о китайской экономике, он объявил о новых мерах смягчения, снизив норму обязательного резервирования для банков на 1%, благодаря чему в экономику должно дополнительно поступить 750 миллиардов юаней. Китайский ЦБ также доложил о сокращении золотовалютных резервов на 23 миллиарда долларов в сентябре и на 8 миллиардов долларов в августе. Это намного превысило скромные ожидания рынка, что резервы снизились всего лишь на 500 миллионов долларов. Быстрее всего, быстрее этого Китай терял резервы лишь в 2016 году. В отличие от недавних месяцев, когда юань резко терял в стоимости, в сентябре у нас курс доллара китайскому юаню, можете видеть, что он стабилизировался. Можно заметить, что здесь произошла некоторая стабилизация. И за это, скорее всего, пришлось заплатить снижением резервов, которые к тому же подешевели из-за роста доходности американских казначейских облигаций и укрепления доллара. До объявления новых мер по смягчению было сложно оценить интенсивность оттока капитала из китайской экономики. Отсюда появились попытки провести связь между динамикой резервов и курсом. Но сейчас появлением конкретики в виде попытки китайского ЦБ снизить давление на банковский сектор посредством снижения нормы резервирования становится понятно, что обесценение юаня до 7 юаней за доллар становится максимально реалистичной целью. Уже в понедельник, как видно, доллар начал укрепляться против юаней. Сегодня курс доллара юаня превысил отметку в 6.91, даже достиг уровня 6.92. Снижение составило, как видите, на целых 0,75%, что немного не совсем характерно для обычного движения курса доллара к юаню. И поэтому можно сказать, что в этом периоде, примерно начавшемся с 15 августа до 27 августа, произошла подготовка китайских властей к дальнейшей девальвации юаня. И, скорее всего, эта девальвация теперь планомерно продолжится выше локальных максимумов этого года, то есть уровня 6.95. Что касается производственного сектора Китая, пока у нас пытается оправиться от удара во внешней торговле, сфера услуг растет весьма быстрыми темпами в Китае. Сегодня вышел отчет КАИКСИН. Этот отчет как раз нам показывает, как изменилась активность в сфере услуг. И видно, что данный показатель у нас вырос до уровня 53 пунктов. С одной стороны, данный показатель говорит, что в частных предприятиях произошел некоторый рост заказов, то есть эти частные предприятия начали докладывать о росте заказов. Но и с другой стороны, субкомпоненты, вот если взглянуть на данный показатель подробнее, то в его субкомпонентах видно, что занятость в секторе продолжила снижаться. Она перешла в оценку, перешла в негативную зону, в зону ниже 50 пунктов и составила 49 пунктов в сентябре. Естественно, с одной стороны, всплеск активности в сфере услуг станет определенно благоприятным сигналом для властей, пытающихся сместить центр тяжести экономики с производства на потребление. Однако резкое сжатие занятости в данном секторе, оно как раз-таки говорит о нарастающем стрессе, в частности роста издержек для предприятий. Но все равно на фоне действий китайского ЦБ, любая статистика сейчас по китайской экономике перестает что-либо говорить дельное, так как ЦБ точно имеет большей информации о состоянии китайской экономики. Пока он, как видно, довольно беспокоен происходящим. Что касается динамики нефтяных цен, то сегодня можно видеть их резкое снижение. Бренд снизился на более чем 1%, за ним следует и VTI. Все это происходит на фоне действий администрации США, которая решила ввести послабление относительно нефтяных санкций, позволяя некоторым странам сохранить покупки иранской нефти в небольшом объеме. Саудовская Аравия, в свою очередь, сообщила, что может покрыть дефицит на рынке в результате ухода с рынка иранских баррелей. Таким образом, на рынке сейчас образуется некоторая перекупленность, так как недавние покупки базировались преимущественно на ожиданиях сильного дефицита из-за ухода Ирана с рынка. Отсутствие положительных драйверов на этой неделе, вероятно, позволит медведям довести снижение бренда до уровня 80 долларов за баррель этот уровень. Позвольт им перехватить институт сиву. И вот на этой неделе, скорее всего, темой торговли по нефти станет именно снижение. Данные Baker Hughes указали на снижение количества буровых вышек, вероятно, из-за загрузки травопроводов в Бернском бассейне. Поэтому сейчас по нефтяным котировкам нужно настраиваться на игру на понижение, так как вот именно вот этот рост, он как раз-таки всецело происходил на иранской теме. Сейчас, как видите, происходит разворот в ожиданиях. Этот разворот, он продлится некоторое время, он не закончится сразу. Поэтому перед тем, как рассматривать дальнейший рост котировок до уровня 80 долларов за баррель, то вот видно, что примерно же такие волны, они говорят о том, что ценам стоит сейчас откатиться еще немного. Что перед тем, рынок смог получить какие-то следующие катализаторы для продолжения роста. На сегодня на СЕО. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в среду.